Ну что, понял эту шутку? Так как этот юмор настолько распространен, особенно в США, вам стоит все-таки к нему приглядеться и попробовать научиться его понимать, ведь если вы будете общаться с носителем, вам это сильно поможет быть в теме. Это видео, где я как раз и объясню, как понимать эти шутки и разберу их на части. Кстати, не забудь подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новый интересный контент. Ну и поставь лайк, если видео для тебя было развлекательным или полезным. Поехали! Непереводимые шутки из фильма «Круиз по джунглям». Итак, это первая шутка, которую он, кстати, потом сам и объясняет. Но перед тем, как показать его объяснение, я расскажу вам, в чем же здесь прикол. Да, сейчас slow clap. Шутки в английском, эти называются dead jokes. Эти шутки обычно построены на игре слов, использовании идиом и многозначности выражений слов, фразовых глаголов. Он нам говорит, что вы видите двух туканов, которые играют в игру Big Wrestling. Big это клюв, и wrestling это драка, они дерутся своими клювами. И потом он говорит, что это какой-то недостаток. Недостаток данной игры в том, что только двое могут играть. В общем, смешно здесь то, что слово toucan и toucan как бы произносят одинаково. There's two birds and those are toucans, and saying that only two can play. Not one, but two can play. Вау, вот это шутка. А вам понравилось? Пишите в комментариях. И поехали дальше. Вы знаете, в чем здесь прикол? The rocks, камни, которые вы здесь видите, are sandstone, песчаник. И потом он добавляет, but some people just take them for granted. Как раз здесь и начинается игра слов. To take something for something else. Это ошибочно предположить, что что-то является чем-то другим. Oh, I took you for somebody else. Я думал, это кто-то другой. Some people take it for granted означает, что кто-то принимает эти камни за гранит. Да, granite это гранит. Но также в английском есть выражение. Take something for granted. Который в быстром американском английском может превратиться в что-то типа granite. You know? Take it for granted. Означает fail to properly appreciate it. То есть не ценить это. You always take my help for granted. Ты никогда не ценишь мою помощь. Ты принимаешь мою помощь как данность. Поэтому фраза очень полезная. Добавляем ее к себе в копилочку. Take something for granted. И также take something for something. Это mistake something for something. То есть ошибочно предположить, что вот это является тем-то. Но на этом его шутка не заканчивается. И он добавляет. Bold означает дерзкий или смелый. That's a bold move. Это дерзкий поступок. Bolder это сравнительная степень от слова bold. B-O-L-D-E-R. Получается, это одна из моих более дерзких достопримечательностей. Но именно если вы посмотрите на субтитры, там написали bolder как валун. Bolder это огромный камень. С одной стороны он говорит, это один из камней, который я показываю на вот этом туре, путешествии. А с другой стороны он говорит, что это моя наиболее дерзкая достопримечательность. Если вы поняли ее без моего объяснения, обязательно добавьте себе баллов. Посмотрим, сколько у нас баллов будет в конце этого видео. И переходим к шутке номер три. Здесь он просто завалил нас словами, и разбирать это нужно долго. Он работал на juice factory, фабрика по производству сока. To get canned это фраза, которая означает быть уволенным. To be fired, to be canned одно и то же значение, но to be canned это более сленговое. Но одновременно can это банка, и в эту банку могут упаковать сок. Canned juice это сок, который продают вот в такой алюминиевой банке. Дальше он называет причину, почему его уволили. Concentrate это фокусироваться, концентрироваться, то есть он не мог сфокусироваться на работе. Но при этом juice concentrate это концентрат сока. И в Америке таких, кстати, много продают. Я до сих пор помню, когда я первый раз ездила по флексу, в доме моих хост-семьи был orange juice concentrate. He couldn't concentrate on a juice factory, где как раз, наверное, и делается juice concentrate. И потом... To put the squeeze on somebody означает давить на кого-то, оказывать давление. Но при этом squeeze, это также выжать. You can squeeze an orange, то есть ты выжимаешь сок из апельсина. Опять шутка, связанная с соком. That's a good one. I should have opened with that one. That's a good one. Именно такое выражение вы используете, если вам понравилась чья-то шутка. Вы не говорите, oh, that's a good joke. Обычно именно эта фраза используется, oh, it's a good one. Запоминаем тоже это выражение. Хлопаем и пишем. Поняли ли вы шутку без моего объяснения? И поехали к шутке номер четыре. Кто понял? Кто понял? Если ты понял, обязательно напиши в комментариях. Мне просто так интересно, одна я так тащусь от этого или нет. Ну, в общем. Boa constrictor означает, oh, да. Кстати, это очень сложно произнести. Попробуйте. Boa constrictor. Boa constrictor. Как-то непросто. Мы знаем, что это огромная змея, и он говорит, что эта змея ест 500 pounds per sitting. 500 паундов за раз. Это много. Per sitting. Это за один прием пищи. I ate all of that food in one sitting. То есть за один раз я съела всю эту еду. Полезное выражение, кстати, тоже. И он добавляет personally. Лично я. Personally. Find it. Find it. Это как бы нахожу, считаю. Eat hard to swallow. Swallow в английском означает проглотить. You can swallow your food. Ты можешь проглотить свою еду. Но также в английском есть выражение I find it hard to swallow, которое имеет переносное значение, и оно означает я нахожу это русский, 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 русский. Так вот я снимаю видео, кстати, так это все выглядит, потому что у меня страдает русский, а иногда страдает и английский, и получается вот такая ерунда. Ладно, поехали дальше. Hard to swallow. Типа, мне сложно в это поверить. Вот, что означает это выражение. I won a lottery and now I'm a millionaire. Знаешь, недавно я выиграл лотерею, и теперь я миллионер. Может, это так... Personally, I find it hard to swallow. Типа, трудно поверить. И теперь мы переходим к шутке номер пять. Поехали. Давайте разберем эту шутку по частям. To be cross-eyed это иметь косоглазие. It didn't work out означает, что ничего не вышло из наших отношений. И почему? See eye to eye означает соглашаться с кем-то. Но здесь как раз игра слов заключается в том, что у нее было косоглазие, и, как мы понимаем, они не могли встретиться взглядом буквально. See, видеть eye to eye, глаз в глаз, получается. I'm also quite sure she was seeing somebody on the side. Опять же, он издевается над тем, что у нее взгляд направлен, как бы... Боже, я же сейчас оскорблю людей. To be seeing somebody on the side означает встречаться с кем-то на стороне. Но он просто продолжает издеваться над his cross-eyed girlfriend. The guy is loving it, just like me. Этому парню это нравится, так же, как и я. И мне. Русский. Я, во-первых, влюбилась в этого The Rock, актер. Как его зовут, кстати, я не знаю. Я только знаю, что он The Rock. У него есть кличка в Голливуде. Столько энергии сходит от актера, что она чувствуется через экран. А я смотрела это дома, не в кинотеатре, никому не говорите. Но здесь, на Тайване, это делать очень просто. Китайскими субтитрами, кстати. Запоминайте эти выражения, они вам пригодятся. И теперь вы понимаете, насколько важно учить не только буквальный перевод слов, но и учить всякие идиомы, фразовые глаголы и подобные выражения, чтобы понимать более тонко язык, более тонко его чувствовать, улавливать какие-то нюансы и так далее. И помните, что вы можете записаться ко мне на занятия по английскому языку, пишите мне в Инстаграм или ВКонтакте. Спасибо вам за просмотр, я надеюсь, вас это видео повеселило, и я увижу вас в следующем. До встречи!